Отстаивать интересы граждан, которые оказались заложниками ситуации, руководство города готово. Но для начала дольщики должны стать хозяевами приобретенных квартир. Пока же собственник объектов на Виноградной, Пасечной, Санаторной и Гагарина сам застройщик. Земля под домами также частная. Поэтому применять какие-то рычаги в отношении мошенника вне компетенции муниципалитета. Усложняется же ситуация тем, что компания-застройщик проходит процедуру банкротства. В мэрии обманутым дольщикам рассказали и о рисках, и предложили выход из тупиковой и даже опасной ситуации. На сегодняшний день Департамент строительства обладает пакетом документов, подтверждающих, что фактически ваш застройщик вел двойную или тройную бухгалтерию по учету забрат и по учету ваших денежных средств. Мы все-таки предлагаем вам реализовать ту форму, которая предусмотрена нынешним законодательством о банкротстве. Есть там отдельная глава, это особенности банкротства предприятий долевого строительства. Значит, создать кооператив, жилищно-строительный кооператив. По отдельному дому? По каждому дому. По каждому дому отдельно создавать. Кооператив позволит дольщикам стать правообладателями объекта незавершенного строительства и самостоятельно завершить работы. Готов подключиться и административный ресурс, подчеркивает глава города. Вопрос с коммуникациями мэр возьмет под личный контроль. И чтобы вам помочь, мы и собрались, и сказали. Вот Михаил Николаевич вам четко обрисовал всю картину и говорит, есть единственный выход. И им надо воспользоваться. Но мы этого делать не сможем. У нас нет на это полномочий. А у вас есть. Это ваши полномочия. И вы должны соорганизоваться. Ухватиться за протянутую руку помощи обманутые дольщики готовы уже сегодня. Ведь если здание изымут и выставят на торги, люди получат лишь те деньги, которые указаны в договорах. А там везде сознательно заниженные суммы. Квартиру на них не купить. Сочинцы уверены, перевести ситуацию в правовое русло они смогут лишь с помощью администрации. Встреча доволен по той простой причине, что люди, к сожалению, не доверяют ни себе, ни юристам сторонним, ни общественному мнению, которое складывается. Ввиду исторической памяти доверяют представителям власти. Поэтому та позиция, которая сегодня была озвучена на данном совещании и мэром, и представителям департамента, она полностью соответствует интересам обманутых дольщиков. И если ситуация будет развиваться тем в том векторе, который был сегодня задан, то будет результат. Следующая встреча обманутых дольщиков компании «Ида» с представителями администрации через неделю. Руководство Сочи готово оказать горожанам консультационную и юридическую помощь. Подключились к решению проблемы специалисты Краевого департамента по надзору в строительной сфере. К слову, на сегодняшний день из перечня Краевого реестра на курорте удалось исключить 8 проблемных домов. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова